у меня с никого и нету а я против ну я знаю что против на чем основано это подозрение во-первых на биологии что за деды но есть такой евгений кунин который в свое время написал работу где он сформулировал вероятность 10 минус тысячной для того чтобы стартовала дарвиновская эволюция на уровне рынка я хочу пояснить что 10 минус тысячный звучит как будто это почти одна тысячная это ничтожный ничтожному если не разбавить и ближайшее время я я напишу владельцу пика я возьму долю в компании и разъебу приложение так что никто на твич больше не зайдет никогда гол мы как раз тут сидим спим вы помните что было с линдой когда я взял долю в компании это номер один номер один приложение в россии 4 миллиона пользователей на чем вы говорите ну ладно взять отпуск на месяц на 2 то я уже выгораю на работе понимаю я тоже последнее время сильно выгораю а где ты работаешь 2 я живу там почти год у меня там много подруг знакомых особенно знакомых поэтому я работаю продавцом дубая они там зарабатывают гораздо больше чем москве продавцы подожди так ты работаешь продавцом да ты что подумал да ничего а что ты продаешь стоп стоп досмотри до конца что лучше взять к из гоу прайм за 1000 рублей в стиме или за 100 рублей на лол стим я думаю выбор очевиден лол стим это честный и безопасный сайт где ты сможешь найти дешёвые аккаунты по любым играм можно сказать что планеты не вращаются вокруг солнца а луна не вращается вокруг земны видели Вы будете в шоке, но в ТикТоке появляются видео из будущего. В интернете набирает популярность пользователь, подписанный как единственный выживший. Автор роликов Хавьер из Испании. На него подписано уже больше 8 миллионов человек. Он рассказывает, что путешествует во времени и застрял в 2027 году, где он единственный человек на Земле. Да ты что! Согласитесь, звучит как шутка, но только... Ну-ну-ну. Только есть одно но. Хавьер ездит по абсолютно пустым улицам огромных городов, показывает пустые стадионы, больницы, полицейские участки, музеи и аэропорты. По многочисленным просьбам подписчиков он уже побывал в Ватикане, банках Европы, в зоне 51, на Эйфелевой башне и показал, что все эти места абсолютно безлюдны. А его последнее видео в прямом смысле слова шокировало всех. Бля, ну я просто дома сидел, не выходил. Видимо, марафон стримил, вся хуйня. Просто я, видимо, к 2027 году стану настолько популярным. Буду стримить, а у меня будет весь мир смотреть, и не буду выходить на улицу из-за этого. Находится на абсолютно пустых улицах Москвы среди белого дня и ведет трансляцию с Кремля, где нет ни души. О-о-о! Видео уже загружено в моем телеграм-канале. Смотри в описании профиля. Да нахуй мне твой телеграм не нужен. Все, у меня почти 30 миллионов подписчиков. Осталось около 50! Да, сейчас! О-о-о! Нет! Уже меньше 10! Готово! А-ха-ха! Да-а-а! Ну все, погнали! Теперь большой финал! Шишкола, трап, иди нахуй. И ты тоже. Здравствуйте, сына. Здравствуйте. Стоимость какой продукции вас интересует? Понятно. Что за ебанила? Здорово, бро, ты откуда? Америка. Опа, я. Америка, значит. А догадаешься, откуда я? Дам подсказочку. Это самая большая страна на всей земле. Россия или Украина? Братишка, ты прав, конечно же, это Россия. Родной, как тебе моя биточка? Пойдет? Слушай, ну пойдет, я так тренируюсь иногда, сам понимаешь. А как насчет второй биточки, а? Ты знаешь, что это у гангстера? Что ты думаешь на этот счет, старичок? Решил кайфануть, набил татушечку. Вообще в России все такие нужны, братан. Просто каждый пацан гоняется такой. Бро, а как ты это сделал? Чувак, давай без шуток, как ты это сделал? Братанчик, да у нас все с такими татухами гоняют, это бомба, я тебе говорю. Нет, но зачем ты это сделал? Это же бомба, ну как не сделать? Вы русские психи. Здорово, бро, ты откуда? Америка. А, я, кажется, понял, как он это сделал. Америка, значит. А, нет, не понимаю. А догадаешься, откуда я? И дам подсказочку, это самая большая страна. А как он это сделал, блять? У него девушка помогает и наклеит, пока руку не видно. Ну вот я так об этом тоже подумал, но тут-то ее видно. На всей земле. Россия или Украина? А, вот. Мы же на час вызывали. Да, блять, заебал, я в реках. Эта девушка предложила провести свидание за взаимными рисунками, но все прошло совсем не так, как она ожидала. Ты готов? Я готов. И сейчас он покажет, а там что-то прям очень красивое, Что это, да? — Извините, у вас как? — Сумму прям, сумму. — Здесь правду надо говорить. — Разность, конечно. — Ну, разная, она зависит от моих заслуг, а заслуг учеников она может варьироваться. В среднем от 25 до 30. — Александр Михайлович, мне же не отстану, все равно. Лучше скажите сразу, сколько вы получаете? — Ну, восьмидесячный получил в том году 26, 27, 28. — 26, 28 тысяч. То есть вы получаете ниже среднего педагогического заработка по стране. В 2015 году у нас средний заработок у учителей в школах был 32 с половиной тысячи. — Блядь, серьезно? — Я думал, что сейчас скажут, ну, 80 тысяч хотя бы. — Какие 32 с половиной тысяч, блядь? — Че за пиздец, сука? — Нееет. — Они экстажируют? — Да! — Руси, Адель какому-то... — Гадальщику там собралась в 6 утра к какому-то синоптику. Ты встаешь в 6 утра и едешь к синоптику, да? — Встаешь в 6 утра. — Ну, к этому, гадальщику-экстрасенсу. К какому-то балийскому магу там. Давай в 6 утра он принимает. Ты 100% встаешь? Да. Понятно. После того, как вы посыте, слегка надавите на место прямо за яйцами. Сделайте это несколько раз. Или немного помассируйте. Бля, как раз ссать хочу. Там, двигая пальцем вперед. Чего? Этот процесс помогает вытолкнуть остатки мочи. Чего? Таким образом, мужская уретра как бы опускается вниз, а затем поднимается обратно в сторону головки пениса. Чего? Который описал, находится в том месте, где она как бы опускается вниз. Поэтому надавливание на нее помогает вывести оставшиеся капельки. После того, как вы посыте, слегка надавите на место. В человеческой истории был проведен такой же эксперимент. Война во Вьетнаме. Во время нее 20% американских солдат употребляли героин. Осуждаю. Ты ходил устраиваться на работу в Тинькофф. Я пришел, нас собрали там куча человек. Мы зашли в какой-то ангар. Нам начали показывать фильм про Олега Тинькова, как он шикарно ездит в Альпах на лыжах. И сказали, что там зарплата 40 тысяч рублей у нас будет или что-то такое. Нам рассказали, какая крутая компания Тинькофф. Бывает такой везучий день, что вообще приедет прямо в сам офис этот Оливер. Или как там его? Оливер Хьюст. И он такой, всем закажите пиццу. И все едят пиццу. Представляете, как здорово. Я захожу, и там все типа нам дали какие-то тесты. Потом они начали говорить, какие у них там хобби, развлечения. И там люди сидят такие. Я люблю ходить там в спортзалы. И в свободное время смотрю сериалы. И просто вот из 20 человек, там вот 17 вот это говорит. И потом доходит до меня очередь. И он мне говорит, а ты чем занимаешься? Я говорю, я стендап-комик. Он такой, а, ничего себе интересно. А зачем ты сюда пришел? Я такой, блядь, в натуре. Я встал и ушел. Ты ходил устраиваться на работу в Тинькоффе. Я хорошо, нас собрали там кучу человек. Но говорю, если вы не соглашаетесь, я беру по той сумме, которую вы готовы мне дать. Я вам даю слово, что машина будет взорвана. 12700 вы готовы? Подойдите им, скажите, что ни вам, ни мне. Ну, точнее, и вам, и мне вроде бы. Если вы встали вам зайти. 12600 и по рукам. Либо 12650. За лично. Либо 12700, но согласуют оплату парты. То есть до 12600 не опустились ни при каких раскладах? Не, не могут, да. Ну и что, берем? Ну, круто. Такие мелочные, ебаный, брод, нахуй. Колеса даже в подарок не могут дать. 260 стоит, 20% 210 тысяч. Есть в наличии. Я понял, можно вам летнюю резину не ставить? К сожалению. Ну как, ну вот смотрите, у вас стоят тази... 50к торгует нищим. С летней резиной зимой? Ну, все машины продаются на деньги. Стоятка просто в подарок есть. О чем видос, блядь? Вот о чем видос вообще? Не получится. Хорошо, я сейчас не беру тачку. Бред, я. Ну, говорю. Какая-то ебанина вообще. О-о-о! Что-то бред вообще. Я с Украины. А, с Украины. А я с Россией, с Крыма. Ох, сейчас пойдет возня, блядь. Уже поняли, да? Сейчас что начнется? Украинец попал в просак. Крым-то Россия. Спор русского и украинца в чат рулетки. Вот вы поэтому, да, хотите, чтобы я вот у чат рулетку заходил? Вот таких вот встречать там, да? Сейчас будут гачи-мучи. В Крыму? Ну, Крым это Украина, вообще-то не Россия. Блин, вот как-то смотри, хорошо. Как я должен сейчас определить, что Крым это Украина? Вот я живу в Крыму, да? Вот сейчас, только не надо мне говорить, кто-то признал, не признал. Вот я сейчас вот выйду, да, с подъезда, реально, вот выйду встану. И вот скажи мне, вот подожди, пожалуйста, как я должен понять, что это Украина? Расскажи, пожалуйста. Смотри, ты с паспортом России, куда можешь поехать в Крыму? Куда угодно могу поехать. Куда угодно, это куда, скажи, пожалуйста. Хоть он пиздил. Европейскому сезону, ты сможешь поехать? Давай так, а ты куда сможешь поехать? Я с паспорта Украины могу поехать куда угодно. А, нет, ну сейчас тоже, конечно, никуда. Если он уже не за границей находится. У тебя призывной возраст? Да. Куда ты поедешь? Ты хоть мне это, ты хоть мне это не рассказывай. Сейчас пока, сейчас пока не могу. Ну, вообще, куда даже сейчас будет поехать, я такой дорогой, товарищ. Не, подожди, куда ты поедешь со своим паспортом? Скажи мне, куда? Я с Украины. Не, ну тут, конечно, он подъебал нормально, но проблема то в том, что ты со своим паспортом России в Крыму, который получил, никогда не сможешь никуда поехать. А этот мужик, если через границу как-то там туда-сюда, то сможет по Европе кататься спокойно. Вот. А ты так и будешь в Крыму сидеть. Как бы ты там не пытался через какую-то границу переплыть, перебежать и так далее. Вот. В комах там пиздец? Да я шо, я не удивлен. Он так и не ответил на вопрос, куда он может со своим российским паспортом крымским поехать. У тебя тоже паспорт РФ и ты в США. Не, понимаешь, мой паспорт немного отличается от того паспорта, который получают люди, живущие в Крыму. Вот. Так же, как и на Донбассе. Вот. То есть, если ты получаешь паспорт российский на территории Донбасса, например, то ты не можешь его использовать в Европе там и так далее. Поэтому. Ой. Ой! Не понял, блядь. Тааак. Понял. Ребята, у меня просто чутушина. Все 15-й айфон просит, а она смотрите, какой купила. Открой. Это какой? 8+. Она сейчас мой купила 8+. Нахуя. Причем, что и не у меня просила, а сама себе купила. За сколько? За 26 тысяч. А почему? Почему не 15, а почему 8+. Потому, что я считаю, что это самая лучшая модель айфонов. Давай, рассказывай правду, почему. Потому, что я считаю, что это самая лучшая модель Да нет. Ну, правда расскажи. Что? Я тебе правду говорю. Ну, говори правду. Это правда? Нет. Я знаю правду. Ну, говори. Ну, какая правда твоя? Ну, что ты на нем, просто на фотографиях на 2008 плюс айфоне, она лучше выглядит, чем на 15-м. Реально. Щебли. ребята у меня ладно через сто лет дом в котором ты будешь жить либо его не будет либо там будет жить кто-то другой тачка на которую ты работал который у тебя в кредит вообще не будет существовать будет условно говоря укатан в металл самое грустное это вот и карте как говорится в инстаграме то дети твоих детей точно не будут знать даже как тебя зовут или как была у тебя на самом графе ну помните это будет прикинь вообще плевать на самом деле я думаю что через сто лет не вспомнят стива джобса при всем уважении к айфону и прочим через сто лет останутся вспомнят может быть маск благодаря spacex ну и и тому что первый электрокар будет тесла но прикинь вот в масштабе чисто лет вот про меня забудут если вы тебя не вспомнили нынешнее поколение кто там саре сарел смотрел меня долгое время может быть будет вспоминать вот когда вы все сдохните грубо грубо понимаю вот тогда уже после вас уже все да то есть я и умру я умру но я еще останусь у вас в голове вы будете меня периодически вспоминать то есть да я еще буду где-то как-то там у кого-то в голове всплывать вы уж там не забывайте меня тоже да а вот когда вот все вы исчезните вот тогда уже все уже обо мне и правда никто не вспомнит может быть какой-то чел через сто лет когда я уже буду давно мертв нет давайте через 200 нет через 150 когда и я и вы мы все будем мертвы и ваши дети возможно или еще кто-то кто будет еще жив он будет сидеть на ютюбе и ему в рекомендациях высветится мое видео уже представляю него в реках видос там написано 150 лет назад и там моё ебало с башни такое как я играю в хоррор или смотрю эти шорты и говорю то что говорю сейчас привет тебе кто будет смотреть мое видео через 150 лет не знаю что там у вас происходит но если вдруг вы придумали какое-то какую-то штуку которая поможет воскресить людей вы меня там воскресите хорошо да вот реально бля вот недавно наткнулся на видос типа видео в цвете видео из 1000 какого-то там 901 года по-моему и там куча людей ходит туда-сюда но самое стрёмное то что никого из них в живых уже нет на том видосе вот тебе я так подумал ебать а там ведь все эти люди которые там ходят там дети бегают и мужики ходят женщины гуляют они все мертвы вообще все абсолютно каждый кто там на этом видосе был все мертвы это только те кто в кадр попал а там так-то миллиардов миллиарды вот были я не тоже все умерли просто все сдохли страшная хуйня ребят да мы требуем чат рулетку я сказал и не будет я не хочу сидеть в чат рулетки не хочу как я зовут что делаешь а для чего деньги зарабатывать для чего тебя не или купить а родители тебе не покупают велосипед нет я хочу сам это пить а ты спрашивал мальян его нет почему не хочу у родителей просить деньги сколько тебе лет одиннадцать то есть сколько надо вроде 15 это чё за велик а то же выбрал какой а где держи хватит этого да 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 не это не фальшивки лучше мне сдавать ну ладно вот это поворот я сейчас тут на даче в александре и вот такой баннер висит русская община неформальное сообщество представителей государства образующего народа для взаимопомощи и возрождение традиции вот здесь в областях прям вот серьезно они взялись вообще в город александр что это за ебанина что ребята красавцы никто в нашей стране не наведет порядок кроме нас самих молодцы мужики очень рад что в наш город пришли русские идут парни достойны уважения молодцы объединяйся русский народ чуть за хуйня только так можно дать ответ преступным диаспорам и беспределу подержу полностью я русский воин я с вами община до конца ребята молодцы горд за что это блять молодцы ребята молодцы по всей россии нужно так каждый уважающий себя и свою страну россию должен вступить в русскую общину только мы сами сможем победить и выгнать мигрантов чё происходит блять чё это такое мужики из русской общины вы сила вы мощь ура мы возрождаемся чё за хуйня происходит будьте благословенны русские давно пора то мы уже в своей стране как в гостях слава богу что есть такие люди которые помогают людям все к этому шло уже давно пришли совсем не уважают наши законы традиции поддержка сто процентов блин аж мурашки по коже дай бог парням сил чё это блять чё заходят все комментарии такие все давно пора русские вперед блять ебать бунт боты очень похожи на ботов да ну они прямо однотипно так пишут что я ссать захотела хочу пойти попысать пиздец девушка не сдала экзамен в автошколе и попросил экзаменатор еще один шанс на что тот предложил ей ответить на хитрый вопрос и если она справится то получит зачет девица на это согласилась и у нее спросили куда она будет бить в первую очередь если перед ней на дороге окажется старик и ребенок девушка начала рассуждать что логичнее было бы ехать на дедулю потому что ребенок впереди вся жизнь но экзаменатор перебил ее и сказал что бить надо по тормозам после чего поставил ей не зачет и покинул автомобиль девушка не сдала ладно блять это метро нью-йорка встанет мы создали первый в мире выдвижной прото световой меч для этого нам потребовалось несколько лет и сотни тысяч долларов а теперь и сам мистер бис заказал у нас сразу два меча не ожидал что он будет таким тяжелым надеюсь эта штуковина не шарахнет у меня за спиной это невозможно не боись а теперь опусти эту кнопку до конца вниз звук какой-то страшный я напуган теперь рукой подвигай по тихо я вот прям чувствую насколько эта штука опасна а еще этот меч жутко горячий хуйня какая-то ты следующий ну давай выкладывай сколько стоит такая штуковина 69 с половиной тысяч баксов круто и . хотелось бы вкусные тут живых остаться просто огонь да вы парни точно сумасшедшие мы создали горелка блять за 60 сколько там с хером тысяч бред братан как и придумали стереотип о том что китайцы жрут все что шевелится все что не шевелится расшевелят и сожрут нет китайцы иногда сами орут стой что мы приходим до приходим типа а правда вы жучков паучков видите он говорит нет такие вы как вы приезжают и идет вот и все и вот эти вот все реально жучки паучки ты думаешь это на кого рассчитано они не едят этом короче да это выдумали сами иностранцы и сами расфорсили эту все брата русские артисты чья музыка куда успешнее на западе чем в россии я думаю что вы сто процентов слышали его треки но могли не знать что он русский вместо игры ты просто открываешь для себя и фл у тебя даже потом отбивается интерес к играм деверсту или как его по настоящему зовут валерий зайцев всего 20 лет а он уже кстати реально кстати реально я проверил мне же написали кстати реально да недавно что у меня под мои реакции на патрик мюзик комментарий оставил под видосом чел который в собственно время является одним из авторов вот этого трека сейчас вот этого трека вот 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 этого реально он написал в комменты говорит что смотрит меня реально покажи что блять показывает господи вы думаете я вас обманываю что ли блять наля сейчас покажу сука сейчас покажу а нашел при этом калипа 3 вот его комментарий вот его комментарий вот я захожу на канал вот он вот реально поняли блять это не фейк не это реально он вот спути фи вот он видите верифи верифит артист вот 148 миллионов прослушивание вот уже один из популяризаторов и главное лицо дрифт фонг во всем мире его первый хит его там шадоу кек был взорвал в двадцать первом году околом тысяч тик токов сотни миллионов просмотров и прослушиваний это был успех по всем статьям за это время он успел записать кучу других успешных песен обрестишь я шадоу кек с половиной яду откуда он там эти 500 к братишкину сданатил вот он уж и миллионов слушателей на спути фай как видим интереса 6 половина миллионов прослушиваю этих слушателей на спути файта сколько в долларах парни особенно много фанов в индии 2 грамм успех пришел в начале двадцать третьего года с дропом игры atomic hard где на старте прохождения робот диджей играет фонг ремикс на советскую песню комарова успешно во всем мире недавно была номинирована на голливудскую музыкальную премию русские не к вам вопрос вы спросили интервью футболки или без я сказала как хотите почему вы решили раздеться и на себя воду брызгать еще и обтираться зачем это делаете вы нудист нудист я нурислам путаю всегда у меня путаешь нудистом он здесь что такое ну и имя тоже я думаю вас так зовут воду будешь не пасибо вы ее обливаетесь мало ли пригодится еще раз заходите облиться за мокоском нету поэтому уж передать такое ощущение что у вас косяками наполнен каждый вечер и вы поэтому такой веселый косяки если весело не начать и шумики до косяки я хочу первую очередь извиниться перед всей моей команды перед моим старшим братом перед моими друзьями перед отцом вас дальше брат зале мхан юсупов а ну видно я к вам вопрос я идут такая вся вдоль че габбана а я иду такая вся на сердце раны слезы душат душат я иду по лужам я иду бтс ребят вы не знаете бтс разве я напомню вам состав бтс 1 кончи мин так все понятно 46 лет и дочка сказала что я стрёмно одеваю вообще не понимаю чем он говорит ведь бабки из соседнего подъезда ни разу не жаловали выдала какой-то белый саван ровары гарного хлопца бомбер в котором снимался уже практически весь район и ревички за 20 тысяч я таких цен нигде не видел в целом тапки оказались удобные но за эти деньги я могу жить полмесяца вот такой результат получился как вам мой новый образ или батя в трениках вам нравится больше пишите подряд комментариях ну и чё с гусями по-моему получше было нам осталось 25 подписчиков до 250 миллионов по уже 2 к заебали позвонить по объявлению продажи авто и требовать отдать бесплатно так как ты уважаемый человек здрасте меня василий вакуленко зовут вот насчет сузу вы не а я тут был я был блять это в германии это путин был безработный потом он приходит к бывший выпускник собчаку а собчак преподавал у него на курсе а собчак выигрывает выборы он подержал ельцина а я был против ельцина собчак подержал ельцина ему помогли стать мэром города безработный путин знает своего преподавателя вы знаете его приходите говорить давай работа давай вот ты же за границей был вот комитет по внешним связям 90 году проигрывает собчак все закончилась карьера может а все ненавидят ельцина и раз он поддерживал ельцина петербуржцы отказывают доверии и путин безработный снова а кудрин был тоже в мэрии а кудрин пробрался москву и здесь кадровый голод его спрашивают ну вот тут у нас контрольное управление кудрин работы его миссис финансов а вот у меня знакомый из путин давайте его то у себя его знал хорошо все то есть путин потащила ельцинская команда путин как пощечина на оскаре спасла брак уилла смита во время церемонии премии оскар комик крис рок пошутил по поводу бритой головы жены уилла смита которая страдает от частичного облысения а это раз не постанова была актриса отреагировала на шутку с явным неудовольствием а ее муж номинированный в категории лучший актер решил предпринять активные действия он поднялся на сцену и дал року пощечину а затем вернулся на свое место актеры постанова не отстранили от премии мероприятий на 10 лет смысле блять не спасла брак они в разводе в студии приостановили все проекты с его участием зрители возненавидели его за испорченный праздник его блять за хуйню несет жена уилла призналась что после этого поступка посмотрела на мужа совершенно другими глазами бред блять не его не было такого вроде его ящени отменяли нами мне потребовалось это пощечина чтобы окончательно понять что я никогда не оставлю его призналась джада она отметила что ранее всерьез задумывалась о разводе но после того как уилл вступился за ее честь перед миллионами зрителей она увидела мужа в новом свете как по счету но не знаю когда я приехал в москву я оказался ситуации когда мой друг сказал что у нее должна приехать девушка на какие-то курсы для поваров или что-то вроде этого и попросил могу ли я ей выделить комнату я ей выделил комнату при этом всем еще другая девчонка ехала в москву и тоже хотела у меня переночевать я такой говорю хорошо без проблем получается одна комната занята как раз таки девушка моего друга вторая занята вот ей и я такой просто ложусь говорю я буду спать здесь на диване она говорит нет я игру смотри в чем прикол мне немножко похуй это мой дом у тебя есть два варианта либо ты спишь на полу либо я сплю с тобой на диване мол если что раскладной типа если что к ней не прижимался ничего там в диван большой я про это ну я просто блять лёг уснул все мне похуй я к тому что мне пытались условия поставить но я про ебался и мини дали когда я про ебался и мини дали ладно золото сфер ролик что там еще можно найти да давай уже блять там гуня в конце видел но теперь я еще больше хочу в этом убедиться наебал ты меня или нет это марвел что ли ну охуеть супермен классно но постанова скорее всего тоже почему слепые люди стали слепыми вы часто спрашиваете как я слеп интересный вопрос правда короче родился я нормальным в смысле я и сейчас нормальный но вы поняли все вы знаете чтобы пойти в садик нужно сделать прививки в три года мне сделали кори краснуху но вот эту суету в одной вакцине после этого у меня один глаз вообще слеп а другой видел на 70 процентов но это еще не все как вы уже поняли мое детство прошло в больнице потому что мы буквально каждый месяц гоняли в москву на всякие обследования то есть я мог читать писать и было все неплохо целом но в шесть лет перед самой школой сделали операцию после которой глаз который видел вообще слеп знаете как сейчас помню я такой проснулся после операции мне мама купила машинку и спрашивает какого она цвета а я понимаю что я вообще ни хера не вижу а было весело сейчас я вижу только свет могу понять когда ночь когда день я знаю разные кринжовые истории о том как люди потеряли свое зрение поэтому если хотите напишите в комментариях я об этом обязательно расскажу почему его не ну соболезную в нашей солнечной системе находятся гигантские и очень опасные астероиды это астероид террас в сравнении с нью-йорком космический бад не надо блять чё сразу с нью-йорком то сравнивать я не понимаю блять чё ты не с москвой сравнил или с пхеньяном блять чё сразу с нью-йорком то сравнивать все надо а что ты его блять поставил на нью-йорк убери нахуй этот камень и объекты достигает целых 34 километра но давайте рассмотрим что нас ждет при столкновении как с маленькими объектами давания с так и с большими например астероид с небоскреб диаметром 50 метров частично сгорит в атмосфере но другая его часть нанесет рон отдельным регионом апофис объект с эльфовую башню диаметром в 370 метров принесет колоссальное разрушение страны и при этом в зоне поражения окажутся и соседние страны астероид с небольшой город радиус брайтон бич меньше всего задение 20 километров уничтожит целый континент а его кратер составит целых две конечно же обязательно америку блять есть и километров а вот и самый опасный объект диаметром в 940 километров который полностью уничтожит планету за считанные секунды однако существует куда более гигантские астероиды в солнечной системе и рано или поздно они достигнут нашей планеты ну а если повезет то просто пройдут мимо обязательно если понравилось видео поставь лайк и и батекста полос подпишись ебать нет я церес в наши соусы ясся блять при этом к это кусок говна как будто кто-то высрал блять она упала на нью-йорк давля так здорово все ночи смотрите лайфхак для тех кто не понял вот нормально приклеенные обои все без обмана берете нож заехали на хату берете сразу нож делайте три надреза говорили что там плотно приклеены вот вот смотрите делайте так потихонечку 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 но вот все у вас появляется место для сверления просверлили ставили на хуя я это блять только что посмотрел там саморез все повесили картину что угодно телевизор вы не поверите но этот парень просто гуляя наткнулся на маленького крокодила когда парень присмотрелся то увидел торчащий из нижней челюсти крючок парень не растерялся и без трудностей достал его после чего он решил забрать домой чтобы накормить голодного крокодила но за это время он его полюбил и решил оставить себе в конце видео вы увидите как крокодил вырос парень приобрел для него аквариум и заботился как за домашним питомцем короче в конце он его съел да ну крокодил парня не желал отступать даже на мгновение от парня с каждым днем он становился все больше и больше юные аллигаторы за первые три года жизни достигают полутораметровой длины продолжительность жизни от 50 до 100 лет вы только посмотрите как он вырос кажется что он сейчас нападет и владельцу сильно не поздоровится но за все время проживания вместе он ни разу не мне кажется это разные крокодил алё пиздобол вот опять пиздеж какой-то парень такой типа сначала показывал свое лицо когда крокодил был маленький а потом уже кадры где крокодил большой парень что-то начал лицо свое скрывать ну да конечно уже поверил 2008 полиция окланда обнаружила что в городе на одного человека приходится по пять с половиной единиц огнестрельного оружия и они решили провести специальную акцию вы можете принести любое ваше оружие в полицейский участок где у вас его заберут да тут 250 долларов и не будут задавать никаких вопросов звучит как гениальная идея и что вообще может пойти не так тот же день к участку выстроилась очередь желающих стать все свое старье которое не стоило и 5 долларов и иногда вообще не могло стрелять люди ехали из соседних штатов часами чтобы сдать весь свой ржавый хлам за приличные деньги концу дня в полицию сдали столько металлолома чтобы участке закончились деньги им пришлось брать кредит на 190 тысяч долларов но это еще не создав огромную очередь людей с кучей старых стволов полиция по факту создала черный рынок антикварного оружия под открытым небом и туда устремились предприимчивые американцы и высматривали редкое историческое оружие которое они покупали по 300 долларов у старика стоящего в этой очереди был куплен оригинальный стг-44 изготовлены аж при гитлере в германии кстати его потом продали на аукционе за 35 тысяч долларов в 2008 ладно как слепые люди ходят в магазин а йо кубками для начала справиться с дверью я зашел это успех теперь надо найти вход сказать просто это же ашан да а вы поможете мне мороженое выбрать это услуга только ваша не или везде есть куда бы не зашел как бы я везде прошу прохожих в основном не сотрудников вообще безобразие конечно мне кажется в любом должно быть подходит на пункт обслуживания что вас проводили карамелька и вот это это шоколад давайте с карамелькой попробовать чек не нужен все спасибо вам большое ваша не сотрудники прям помогают сами подходят в других магазинах я такого не замечал магнит перекресток пятерочка давайте соберитесь он не слепой да нет я думал слепой по глазам видно чё сразу по докторе там да нас наебывали этих видосах а здесь никому никогда не давай никому никогда только на тот момент когда мы узнавали было 6 человек за ебать какой вклад в развитие китая все и на моей памяти одному пацану в ухане когда начался весь пиздорец коронавирусом понял один пацан с францией он помогал пенсионерам лечил их вывозил в санатории в госпитале понял он просто проявил но как инициативу ему дали green card увечу респект тебе и он green card в китае так знал бы я я бы выносил бы этих бабушек я бы если бы она мне кашляла в лицо я впитывал и выносил бы за green card ника ну не знаю за китайскую green card впитывать корону бабушевскую это такой себе вариант добро пожаловать в манхэттен ну что началось это блять давай покажите на дороге это сохо здесь давно дороги строились ну да не ремонтируются а это что блять вон ремонтные какие-то хочешь увидеть больше манхэттена заходи на мой канал подпишись да надо надо я этого каждый могу видеть себя в реальной жизни блять о 5000 пришло от кого только о я вам случайно деньги перевел отправьте мне их на другую карту да конечно без проблем ах ты мразота такая чё да я видос видел ты мошенник с чего ты взял ты вывел деньги с украденной карты а теперь хочешь обелить их проведя их через меня и я останусь в роли дропа и когда владелец карты заметит пропажу и пойдет в полип свою банк ко мне возникнут вопросы а ты выйдешь чистеньким а ты хорош оставишь деньги себе и я напишу в банк и сообщу что окон короче не ведитесь это на вид хрупкая девушка вышла против кабана весом 240 килограмм этого любителя сосисок в тесте зовут гриша и ему предложили бой с красивой девушкой дариной маздюк бежать и мои поклонники потом завидуют на удивление девушка согласилась как бы это ей не вышло жирным боком вот как готовится к бою гриша но ничего ему не привыкать драться с девочками он вышел на бой в стиле коннора макгрегора и покатился как бильярдный шар по рингу вот это конечно ракурс будем надеяться что он ее там не жрет ну или что панцы говно в итоге дарина забила эту корову и добила на ринге так еще и сфоткалась со своей жертвой это на виду из школьной программы книги с критикой советского союза помните эти списки для дополнительного чтения которые выдавались на урок литературы них к примеру были колымские рассказы варлама шаламова в которых описывается жизнь в сталинских лагерях издака на вольняться как мылстрой у меня на 2 миллиона рублей да блять как мылстрой кинул меня на 2 миллиона рублей 5 октября я откликнулся на пост мылстрой о том что он берет в долг на лутку на 1-40 дней обговорив условия со стримером я перевел ему 20 тысяч долларов и был записан сколько его блокнот прошло 50 дней и мылстрой перестал мне отвечать на сообщение по спустя 110 дней мой долг 20 тысяч превратился в 10 тысяч 500 он при этом не доллара от стримера я не получил обратно спустя еще 20 дней я просто пропал с его блокнота на просьбу разобраться в ситуации был строй и его модераторы просто меня игнорировали удалось получить ответ через донат на стриме где мне сказали что разберутся в ситуации понял я вижу тебя в своей телеге и мы разберемся конечно же разбираться никто не стал итог вместо 40 дней прошло 160 и надежды что мылстрой вернет мне долг нет все пруфы чеки транзакции и переписку с милстроем я опубликую в своем телеграм-канале нищий как милстрой кинул не ну название тг конечно да когда решил занять деньги мыл строю и стал нищим и бля ну вернули уже но только после видоса а ну все ну все все ладно а ты уже хотел впрягаться че за хуйня бля реакция звезд когда внезапно отключилась фонограмма не вернуться никогда эти вечера все А кто, по вашему мнению, держался достойно? Я. Опять беру телефон, ставлю на него другую камеру и размещаю ее вообще посередине. Ставлю значок Wi-Fi, ну чисто по приколу, и выставляю объявление, что нашел такой телефон. Отозвался реальный владелец и выяснил, что он потерял еще кое-что. Добрый день, а почему в милицию не обратились? Не успел еще, хотел сам владельца найти. Просто я только что оттуда написал заявление, захожу сюда и тут мой телефон. Реально ваш? А как вы его узнали? Он выглядит как мой телефон. Вчера вот потерял и написал заявление. Блин, и что же теперь делать? Меня посадят теперь, и я не смогу покупать товары с огромными скидками благодаря лавке чудес. Да иди нахуй, блядь, долбоеб. Нахуй ты дерево протыкаешь, ей больно. Блядь, давай я тебя гвоздем новую пробью, блядь. Потом поставлю в бутылку и буду кровь высасывать. Ты че, долбоеб? Медведь жопой потерся, будто понюхал. Бля, реально. Фу, еще и выпил это. Ладно. Сколько стоит изобразить успешную жизнь в Дубае? Перелет туда-обратно с самой дешевой авиакомпанией 8500. Койко-место в хостеле в Дубае-Марине на 4 ночи 15500. Само жилье не показываем, зато снять вид из окна нужно обязательно. Фото на фоне Дубая бесплатно. Фото в дорогой тачке 300 рублей за 5 минут. Один день в элитном бич-клабе 3800. Здесь вам нужно сделать максимальное количество контента, чтобы хватило на целый месяц. Походы в рестораны примерно 8000. Каждый день нужно ходить в 2-3 заведения. Там заказываем только кофе или чай. И делаем столько фото, сколько это вообще возможно. Прокатиться на пароме вокруг центра Дубая 700 рублей. Ну и также вы потратите примерно 10 тысяч на еду и 2000 на метро. Готово. Теперь всего за 45 тысяч рублей у вас есть богатый контент на целый месяц. Понятно. Готовы, ребят? Давай. Будете курс продавать. Знаешь, что самая жесткая группа ненавистников? Это, кстати, можно... Курс о том, как экономить. ...тоже вставить, потому что у Васи этого не было. Это вырезали. Ты Васин видел уже готовый? Мне вообще раскинули. Нет, не видел. Не видел? Ну, короче, там этой истории нет. Короче, самая жесткая группа, которая меня хуесосила, это не угадаешь кто. Кей-поп? Нет. Кей-поп это одно. Я когда перечислял инсулина, конченый, отченаж и панки хой. Ну, весь состав БТС. Те наехали на меня так, что я охуел. Но самое именно... Да ты, блядь, за Ким Чунына, или кто он там, блядь, ответишь? Реально. Это... Жумшут, блядь, Джанам Чун? Блядь, не помню, короче. Короче, блядь, да пиздишься, блядь, Саня. Ну, зверьё, блядь. Это знаешь кто? Фанаты Гарри Поттера, брат. Пишу сториз, типа, Гарри Поттер. Ну, типа, отличная сказка, я её пересматриваю. Какая сказка, блядь, ебучая, чтоб твоя мать углала. Я говорю, а что это такое? Это роман. Это неуважение к потороманам, блядь. Чтоб ты... Это роман? То есть, представляешь, блядь, покол... Нет, блядь, Рапшан. Как-то раз молодой чебурек Владимир Братишкин решил написать популярным брендам в Инстаграме. Вот диалог с Авиасейлз. Хочу частный джет заказать через вас. Сколько стоить будет? Ну, если возможности такой нет, то можно, пожалуйста, промокод на полёт в Турцию. Блядь, это как работает? Египет для своих школьников. И вот какой ответ он получил. Здорово. А школьники из какого класса, чё, пацаны? Пять. В 2018 году мужик по имени Микки Боретто воспользовался лазейкой в законодательстве Нью-Йорка и прожил в номере 2565 отеля Нью-Йорка. Пять лет, заплатив за него всего 200 долларов. Он заплатил только за первую ночь, а потом отправил письмо менеджеру отеля, в котором уведомил, что согласно закону, о котором все давно забыли, гость отеля мог стать постоянным жителем, запросив аренду по льготной ставке. Над ним, конечно, посмеялись и вышвырнули вон. Микки отправился прямиком в жилищный суд, который в тот же день постановил немедленно вернуть заявителю право владения рассматриваемым помещением, предоставив ему ключ. В следующие пять лет Микки не только бесплатно проживал в отеле, пользуясь всеми его услугами, но и чуть не стал его собственником. Его удалось выгнать только через пять лет, потратив на суды десятки миллионов долларов. Это... Так... А этот закон еще существует? Я хочу самую острую, иду в Китай. Ни слова больше! Чего? Вот здесь ты, офигеешь! Даже сами китайцы не выдерживают остроты этого блюда. Надписи на стенах заведения кричат «Бегите отсюда! Если у тебя слабый желудок, не ешь здесь!» К нам подошла официантка и начала отговаривать нас. Но Стаса было не остановить. Вот это блюдо. Фу, блядь. Че это за две клешни? Это самое перчонное... Ууу, баклажан? Это голова утки. Это голова? Фу, ёкарный бабай. Бля, мясо утки, оно, я вам так скажу, самое невкусное нахуй вообще мясо, которое я только пробовал. Вот есть курица, есть там, я не знаю, телятина, есть там, я не знаю, говядина, есть там, я не знаю, че еще... Это, как это, цыпленок, да? Но утка, она такая противная, блядь, фу. Я недавно был в достаточно дорогом ресторане. Там утку принесли. Хуйня, вот, ну я не знаю, ну невозможно нажрать его. Кто жрет утку вообще? А тут еще и голова. «Ки в мире, ее подают абсолютно бесплатно. За такие мучения нельзя платить деньги». «Не понимаю такого ажиотажа». И это только начало. «Оно волнами». «Сейчас нахуя?» «Какой смысл это жрать?» Я думал, Стас потеряет сознание. «Извини, ты сам просил». Таково и сожрать-то, я так понимаю, невозможно. «Ирис, конечно, иногда бывает очень жесткий». «Я хочу сам...» «Я так, ну, его невозможно есть, то есть ты один раз попробовал и все». Помните Хавьера из Испании? «Который, якобы путешествуя во времени, застрял в 2027 году». О, это продолжение, типа, ну... «По его словам, он единственный человек на Земле. Согласитесь, звучит как шутка. Но это все можно увидеть по его популярным видео, которые набирают миллионы просмотров. Некоторые говорят, что видео были сняты в пандемию, когда люди не выходили на улицу. Но есть одна несостыковка. Хавьер каждый день ведет прямые трансляции в ТикТоке, на которых можно увидеть, что он путешествует по абсолютно пустым городам-миллионникам, где нет ни души. И по многочисленным просьбам подписчиков, сейчас он ведет прямую трансляцию с зоны 51. Вот пусть на этой зоне остается пиздобол. Вы же наверняка понимаете, что в Северной Корее с такой прической, как у меня, запрещено появляться даже на улице. А про 15 разрешенных причесок, которые утвердила партия для мужчин и для женщин. Это не слух, а абсолютная правда. В парикмахерских висят даже плакаты с этими прическами. Вот что пишут корейские газеты о волосах. Волосы – это важная деталь, отражающая культурные стандарты, умственное и моральное состояние людей. Также одно время по местному ТВ даже запустили шоу под названием «Давайте пострижем волосы в соответствии с социалистическим образом жизни». В ней призывали стричься каждые 15 дней и не иметь длину волос больше 5 сантиметров. Ну и, конечно, оглашали имена нарушителей на всю страну. А ты откуда? Я из России. И какого хрен ты делаешь у нас на районе? Не понял, блядь. Эээ. Опять Нью-Йорк. Самый опасный район Нью-Йорка. Я просто путешествую и снимаю разные истории. Слушай, скажи мне, русский, а как там в России? Россия как Квинсбридж? Ни хрена Россия не как Квинсбридж. Она хуже, блядь. Нет, не как Квинсбридж. Можно я тут поснимаю? Парни сидят у Проджекса вот так, не скрываясь, чем-то там занимаются. Ну, думаю, вы понимаете, чем. Ты в Квинсбридж, парень? Ты что, с ума сошел сюда, заходи? Он выглядит как чувак, ищущий неприятностей. Перед тем, как начать сниматься... Так он же, блядь... Не, а что ему бояться? Он сам острую, блядь, пищу в Китае пытался съесть. А тут просто какие-то челики. Парни здесь обязательно спрашивают, из полиции ты или нет. Дело в том, что полицейский по американским законам обязан представиться, если его об этом... О, ИРЛ там? ...прямую спрашивают. Поэтому... Ты говоришь, что ты не полицейский, значит, ты точно не полицейский.